так друзья как и обещанная часть 2 1 часть у дим уже в монтаже она рендерится сегодня буквально через два часа вы себя уже себя мы себя увидим уже в интернете видеоблога а можно спросить слово матом который только что прозвучало и даже на это что такое значит рендерится я за рендер значит сохраняется видеоредактор а я думаю что там правда помотать сказать да это рендерится к сожалению но вам не показали как вы закупились в магните очень много еды практически на 10000 нет но мы же приехали логично да то есть пустое вообще без его в общем у димы вчера была бешеная жопу про чая говорил в итоге было принято решение купить обычных нормал на сухи полку было животных было принято соответственно решение купить нормальных продуктов цены в анапском семейном магните ну повыше я скажу чем допустим саранским подороже ну вариантов то нет это к тому что блин местные же здесь как должны зарабатывать что совершенно спокойно потребуется свои базы закрывать оставляет дмитрий юрьевич вот на таком сооружении называется мойка ну я специально выбрал мойку рядом с рынком что татьяна заодно по зараженным за рыбкой сходила она сходила нашла рыбку нам барабульку или какую-нибудь свежую местную рыбку все я ее оставляю отпускаю отпускаю а я буду свою машину контролировать потому с вами пойдем на рынок меня не пускают за руль сразу скажу я в анапе буду пешеходом мне сегодня нужно например в наш корпоративный опыт сайбериан валлас но благо здесь есть такси потому что муж сказал что у меня руль не даст от слова совсем движение на самом деле хоть для чтобы хаотичный как дима сказал ему нужно привыкнуть она немного специфичная специфика региона а так блин для меня хаотично честно я так ездить пока ну конечно наверное было бы дикая необходимость я бы наверное села за руль вариантов то как говорится нету но пока есть возможность эксплуатировать мужа я лучше дома на прайме погоняю хотя я думаю за тот месяц пока мы здесь планируем поработать по жительному я сяду за руль скорее всего так будет мы сейчас с вами топаем вот от этого заправки ростнефть там же вон мойка на местный южный рынок есть центральный рынок но мы там были тогда приезжали в июле в виде ну вот дикарем сначала да потом ведь его ценнику щекотки был местные больше закупаются на южном рынке там есть подачу еще один раз рынок но это когда такие знаете глобальные закупки там на заказчины за столе и так далее нам столько не надо мы вдвоем столько необходимости такой в таком количестве продуктов нет магнити закупили на 90 процентов все кроме рыбка что рыбка нормально переходим дорогу вы знаете что понравилось вчера мы когда с димой вечером заселились и гуляли в сторону моря она по все такими квадратиками маленькими и вот сейчас я еду и понимаю что на все из квадратик и сплошные перекресток 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 но к этому в принципе я думаю можно привыкнуть было бы желание в общем топаем сейчас на рынок это в рыбке и вернемся за димой заберем его смойки рынке такие еще ну диковаты у нас уже практически в саранске таких не осталось вокруг рынка вот такие маленькие павильончики а внутри прям вот а стандартная торговля сладка но рыбный ряд он с холодильниками это я еще как бы летом для себя отметила что там можно покупать смотрите какое движение довольно таки плотный но время час не на пятница то есть возможно это из работы а возможно там до обеденные перерывы кстати вот этот магазинчик хочу отметить мы в нем прям покупали когда уезжали дикарем на неделю в крым очень много продуктов ведь очень понравится за еду еще . что купили не нашла то что мне было нужно то что мы покупали летом возможно это больше до в сезон но увы проблема найти топленое масло мы жарим только на нем давно уже не используя растительное в жарке тоже температура плавления другая чтобы не вызывать проблем с организмом кому интересно можем поэтому тем поводу пообщаться я как химик все это дело изучил и наша семья приняла решение что мы говорим все на отопленном масле но увы тут его нет пойду искать вот как я говорил такой дикий дикий рынок у меня у самой есть такой опыт работы на рынке у димына мама была точка и когда мы я была в декрете короче помогал потом точно мыть закрыли хожу еще нормально рыбный павильон чтобы это было все закрыто и и не в мухах потому что рыба в мухах но блин извините для меня это трэш девушке такое есть не будет скажет сейчас проще на капризный нет ребят ну блин элементарно так какая санитарность должна соблюдаться кто давно не был в таких местах не поужаетесь какие-то еще существует в россии кстати со слов продавца уже есть и свежая барабулька просто когда ветер поворачивается не туда барабуля уходит поэтому я думаю что за то время пока мы здесь будем есть возможность будет и покушать барабульки рынок дикий найти что-то определенную очень сложную практически ничего нет а в первых очень мало продавцов по сравнению с летом полу пустые уже точки то есть если только целенаправленно просто честно я не знаю где еще в анапе купить рыбу очень хочу попросить всех кто активный до пользователь соцсетей давайте писать про свой город где купить где поесть потому что пример да мы приехали в анапе вечером местный ресторан рядом закрыт покопались где-то мы ничего не нашли пришлось заказывать в году ловить изжогу испытывать из комфорта возможно где-то есть нормальные да такие кафешечки семейные или мало или такие вы понимаете да местный бизнес где можно адекватно нормально поесть не страшно это есть и так далее вот даже сейчас до покупка этой рыбы целая эпопея возможно даже где то есть там полноценный например рыбный ряд а люди не знают про это давайте писать в сетях очень хорошо живет такие хэштеги например там где покушать и название города где купить где купить рыбу анапа человек убивает это и совершенно спокойно может найти ему нет проблем потом где это где-то взять где это купить кстати я нашла персики даже на персики купил еще до этого возле магнита маленькая фруктовая лавочка там нет делать все пошла на гдимке забирать его думаю уже смутно машинку пока я ждала пары по грядам и мы поедем в сторону гостиницы есть готовить и работать приехали там и зачем работать а а вы со мной сегодня еще съездите в анапский офис сайверен волос ну я не все взяла то что мне было нужно такое что забыла дома и появились новинки про которыми нужно срочно снять обзор рассказать клиентам и партнерам в общем теперь я ваша у нас не хвостик так дима еще моется на мы с вами прогуляемся немножко дальше знаете как легко отличить местных от приезжих на улице 22 градуса местные куртка в ботинках это как в стамбуле в октябре а приезжие в сандалях и футболках я в футболке но не в сандалях я в тапках куртка у меня лежит в машине по причине того что периодически возникает такой прохладненький дискомфортный ветерок и очень хочется ее сразу накинуть марковки и кстати со слов администратора вот это да мини гостиницы отеля где мы заселились очень много людей приехала сейчас осенью работать всех кого отправили на удаленку особенно если это да запустим вот человек живет москве снимать квартиру полин так что она тут снимать квартиру ходить подышать на вечером морю и точно так же работать выполнять свои функции а вон дмитрий вирчево езжай он она касается моих края мишечка со снежиночкой вообще на самом деле кайф ты работаешь компания за нее платят можно же в любую машину взять себе да какую тебе хочется а здесь фишка то что мы выбрали то что мы хотели то что нам удобно и мы не тратим за нее ни копейки я кстати по этому поводу в инстаграме написал пост кому интересно заходить читать буду сейчас демокопию разводить поэтому уже звонить и говоришь что я потерялась пойдем туда и в общем я удачно прогулялась смотрите вот она роснефть и вот напротив такой вот мини торгового центра здесь все подряд я заходила сюда фрукты и овощи вот сюда ферма а ферме купила хорошее топленое масло сливочное масло хорошие купила и сыр по фрукты овощи вообще обалденный магазинчик большой пучок базилика 50 рублей малина 400 рублей килограмм на рынке за маленький лоточек просит 500 рублей дальше чаще всего хорошие грунтовые вкусные помидоры по 80 рублей то есть такой адекватный ценник мне очень понравился вот сюда рекомендую это астраханская ребят 84 в чтобы у вас потом было понимание навигации так где этот бродилы где искать теперь уж точно пошла дима искать приехали биться отдыхать но вы тогда пляжа еще не дошли 2 день кто сказал что показывает вот так вот это вот этот вот это меня видит мне отдыхать приехали работ приехали до прежде как дойдем вчера были все хватит так ночью из высоко посмотреть наивный чукотский парень а новые самые интересные руку окунуть ну да пока типа пока еще позволяет она смысл туда приезжает также могли бы думать ворчит 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 жрать хочу ну да додошные даже на додошный изжога визу этой пиццы блин жрать боюсь да я уж поглаждаю вот видите чувачки вреднятинку может не вреднятинка там же не написано что это вреднятинка долго нам ехать еще нужно здесь поехал где кран вот он примерно туда мы едем в кран машину побыли за недорого за сколько-то машину по 250 рублей это адекватно а мы сейчас едем я диме говорю мне так нравится местные вот эти вот то что у всех все так в кустиках в розочку а кстати еще могу сказать мне понравился тут разве какой-то местный на вместо радио 107 не знаю как называется но тут радио 107 такая музыка интересная чем тебе понравилось такая ненавязчивая музыка такая современная энергичная все же чем там на дереве за ягоды ягодная душа никому чего интересно по выходным город вымирает или наоборот больше оживает мы об этом узнаем по почте завтра куда не уезжает туда так ну да на северах нет ну куда-нибудь такие на это пляжики дети прочее мини пробочки в общем пока наверное все мы сейчас до гостиницы разгружать еду раскладывать по холодильнику быстренько тебе приготовить поесть и работать дальше время обед такой обед по-анапски местная рыбка про которую я говорила местные овощи вкусненькое маслечко базилик кино с овощами дмитрий юрьевич приятного аппетита спасибо вот так друзья как и обещали прогулять вас сегодня на морюшко показать набережную дмитрий юрьевич все в монтаж все он ушел в себя вкусно накормлены довольно а я хочу быстренько сбегать пока не стал садиться солнце потому что аж оказывается половина шестого она уже садится поэтому отложила все свои рабочие дела вообще на самом деле в очередной раз убеждают что вот такая возможность фриланса который дает именно сайберин велнос мне безумно нравится и могу работать где угодно сегодня пока ждала дима пока он там домывался до промежутках между общения с вами я совершенно спокойно общался с клиентами с партнером в общем параллельно еще и работала что топ-топ идем дальше куча всяких домиков конечно колорочек город смотрится красиво когда это все в одинаковом стиле когда нет вот таких разносордец по домам но такое имеет место быть вот такие вот многоэтажки вообще безумно интересно сколько среди наших подписчиков жителя но я думаю мы узнаем это уже даже раньше в первом влоге который дима сейчас как раз публикует и он прям вот вот спасибо вообще всегда вам за обратную связь касаемо любого обзора какой бы мы не выпустили будь то влог с нашими поездками блог будь то наша дорогая кешка почему потому что без ваша обратной связи без вас без вас подписчиков вообще в принципе ничего бы не было на самом деле очень безумно приятно вы знаете как мы к вам относимся ровно также какой-то вот эти квадратики переходный про что я говорила что очень много перекрестков просто безумное количество я например у нас в городе столько перекрестков не встречала наверно я пока отключусь потому что здесь в принципе смотреть особо нечего просто до улица быстренько с вами добежим ходу здесь примерно я засекала ну по карте досмотрела минут пять хотя заявлено 2 минуты но не суть на самом деле не особо далеко но наверное по жаре с ребенком с кругом собакой я бы не пошла очень красиво вообще ощущение от города очень приятные в отличие например когда мы были здесь в июле в июле для меня это был какой-то шум хаос садом и гаморрой все в одном лице мне было дико некомфортно а вот так мне нравится мы сегодня с димой обсуждали наверное мы будем периодически вот такие вот до вылазки на себя устраивать на благо дети уже не маленькие можно и где-то их с собой брать особенно сейчас когда окончательно решится вопрос будут идите дальше учиться или нет поэтому если например час в школе скажу что учебы точно не будет ну возможно дима поедет заберет ребятишек но хотя не знаю не очень уверена в этой затеи пока потому что мы реально работать мы по самое уж это вот сегодня мы отвлеклись съездили за продуктами просто самом деле у нас очень много проектов которые нужно реализовать и казалось бы то месяц это очень много на самом деле месяц очень мало безумно мало и хочется погулять хочется пока тепло съездить в горы по каким-то окрестностям походить ну совместить да скажем так приятно и с полезным и я понимаю что день проходит вот так на 1 2 и пожалуй наверно надо не допоздна сидеть работать а ложиться пораньше вставать пораньше в общем быть по солнышку кто как думает по этому поводу обратную связь мы с вами кстати практически дошли мне даже не пришлось выключать камеру вот такой вот сквер прогулочный очень красивый много зелени деревьев главное что здесь можно гулять с ребенком и соответственно никуда он не стартанет да не будет проблем с перемещением выставка пара солдатиков пушечки сквер имени гудовича вот сам гудович в руке экшн камера до для маленьких съемок в общем я выяснила почему называется сквер гудовича это генерал фельдмаршал сражавшийся в русско-турецкой войне кстати довольно таки прилично для тех лет пожил с 41 по 20 год мы с вами дошли вот она вот она цель вот она морешка вон там точнее сказать там забор морешка за забором сейчас мы еще чуть чуточку пройдем но вот воздух здесь конечно не вот сейчас да несмотря на то что все-таки черта города совершенно уже другой повторюсь не такой как летом мы наверное с димой становимся социопатами и на самом деле мы очень любим общаться с людьми на то что происходило здесь летом это для нас просто хаос шумом-тарам такой нелюбок дрика классная черепаха почти как живая я очень надеюсь что видно все что я показываю потому что дмитрий юрьевич мне не дает вот эту штуковину маленькую а вон она на 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 вот дима не дает мне эту маленькую штуковину на которой я вижу что у меня происходит в кадре говорит что я ее куда-нибудь потеряю кстати кому вообще хотелось бы жить зиму где-то в курортных южных городах дайте обратную связь возможно кстати кто-то из вас тоже как и мы занимается еще и сетевым бизнесом неважно да там допустим такой же компании как и мы в сибирском здоровье либо в другой то есть кто к чему что возможно когда такие же фрилансеры отделитесь какие города любите где комфортнее всего работать где самый шустрый интернет это ключевое потому что дима расстроился нам обещали одну скорость интернета по факту другая но он уже решил проблему вы знаете ты же димы не было бы дима если бы он не решил проблему в итоге мы сможем быстрее мы вести и эфир а маяк кстати маяк действующий это на анапское море вчера мы с димой ходили в ту сторону там есть спуск пляжа я тут думаю наверно точно так же и прогуляюсь мы сейчас с вами идем вдоль линии моря а вот здесь уже закрытые старые кладбище сюда как понимаю уже не хоронят очень много таких до захоронений воинских туда есть отдельный ход решили сходить посмотреть где мы интересно мне как любители истории посмотреть кто здесь до располагается что мы сейчас спустимся ну вот туда мы сейчас спустимся прямо в самый самый низ Такая пешеходная дорожка, очень много на великах катается, просто очень много людей здесь ходят ножками. Я безумно боюсь высоты, кто не знает, и для меня стоять вот здесь сейчас, это очень страшно, но что не сделаешь ради видео и ради контента. Блин, ребята, это такая мощь. Интересно, здесь есть еще какие-то другие спуски, просто я представляю картину, а мама с ребенком с коляской селится где-то недалеко, да, и это единственный пляж, но тогда это же скач. Потому что тащиться в другой конец города тоже не особо удобно, а вот так спускаться тоже неудобно. Все, мы дошли! Мы дошли, 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 дошли. Слышите, такая махиня. Ой! Так, сначала идем воду трогать. Безумно хочу потрогать водичку, только мусора. Ялька. Сейчас куда-нибудь прибавлюшись. Так, приставочка. Ой, мокро! Привет! Слушайте, оно реально теплое. То есть оно гораздо теплее, чем температура воды, воздуха сейчас. Безумно красиво. Сейчас заземлюсь на камушах, как русалка. Кстати, камень тоже теплый, поэтому вполне комфортно. Можно работать. Закат. Вот как вам такой жизнь с неугомонными бросинами? Хотите так же? Честно, когда-то это для нас было такой мечтой, бешеной, просто нереальный. Но в своей первой карте желаний, которые я писала как раз два года назад, я писала, хочу осень на море. Просто хочу осень на море. Без конкретики, без города, без времени. Просто хочу. И вот оно хочу. Слушайте, ну это буду я, не я, если я не подойду максимально близко. Есть еще кто-то купается. Кто-то в Курсках, кстати, и кто-то купается. Кстати, вода на самом деле безумно теплая. Аааа! Смотрите, это же медузы, а получается, что они уже, ну, как бы все, не живые, их выбросило, получается, на берег, где-то сначала даже не поняла, что за телефоновые карты, а потом до меня дошло, что это медузы. Я никогда таких больших не видела, я видела только маленьких, крохотных в Крыму, они прямо с ноготок были с дамским мизинчиком, вот такие огромные. Я, конечно, не за олов, не сильно в этом, надо сейчас погуглить, посмотреть, получается, что, наверное, да, с окончанием сезонности тепла медуз выбрасывает на море, ну, на берег, либо это, возможно, большие особи, которые не смогли потом выбраться. Я могу себя назвать человеком, которого, ну, трудно с фантазией что-то придумывать. Вот Дима, у нас творческая личность. Вот сейчас сижу, пишу уже третий пост. Они сами идут, и такое ощущение, что вот это, да, безумная энергетика воды. И, кстати, море даже с закатом меняется, оно становится более шумным, агрессивным, по-другому бегут волны. И столько мыслей, блин, я не ожидала такой реакции от себя. Я трудоголик, у меня всегда все должно быть в процессе, все четко, все ровно, все проконтролировала, все успела. Здесь я сижу, и реальное ощущение, а пусть весь мир подождет. Ведь на самом деле мы, ну, разучились отдыхать. Современный человек всегда куда-то бежит, всегда чем-то занят. И априори посвятить время вот такому вот сиденью как-то так не так, да. Вот я сижу, посты пишу, но посты идут сами. Не просто села по принципу, блин, надо что-то же делать, а именно сижу и творю. Я не ожидала, что на меня так это подействует. Классно, реально такие ощущения. Я думаю, Дима, у меня поддержка будет это монтировать, увидите, я сейчас без него. Обычно вся такая философия происходит, когда мы сидим вдвоем, разговариваем, либо едем, разговариваем. Ну, как-то вот так, да. А здесь, чтобы меня одну потянуло на философию, это нонсенс. Смотрите, какие барашки бегут. Смотрите, какие барашки бегут.